Завершена модернизация нефтеперекачивающей станции в пригороде Хабаровска. На НПС-34 компания «Транснефть Дальний Восток» ввела в промышленную эксплуатацию два новых резервуара, которые задействованы в процессе хранения и транспортировки нефти, по вторую очередь, магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь-Тихий океан». Репортаж Ульяны Крамаренко. Работы по строительству, техническому подключению и гидравлическим испытаниям новых резервуаров РВСПК номер 5-6 окончены. Разрешите ввести их в эксплуатацию? Приступайте. Принято. На нефтеперекачивающей станции номер 34 в районе села Галкино к единой системе управления подключают новые резервуары. Это дополнительные емкости, которые полностью интегрированы в высокотехнологичную нефтетранспортную систему. С 2019 года трубопроводная система «Восточная Сибирь-Тихий океан-Вторая очередь» работает на максимальной проектной мощности. Но работы по систематической модернизации продолжаются. Ввод новых резервуарных емкостей позволит повысить эксплуатационную надежность системы. Эта станция – важное звено большой цепи. Отсюда нефть отправляют в экспортный порт Козьмина в Приморье, а также на Хабаровский нефтеперерабатывающий завод. Здесь же следят и за качеством сырья. Пробу с каждой партией проверяют по целому ряду показателей. Но самый важный – содержание серы. Происходит рентгеновское излучение внутри этого прибора. И за счет построенной калибровочной кривой интенсивность, которую излучает массовая доля серы, содержащая в нефти, обрабатывается и выводится результат. Каждый резервуар может вместить в себя до 50 миллионов литров сырья. Емкости оснащены плавающей крышей. Она перемещается внутри резервуара в зависимости от уровня нефти. Это минимизирует выброс паров в окружающую среду. После завершения всех работ НПС-34 стала самой крупной станцией в структуре ВСТО-2. На этом развитие магистрали не останавливается. В ближайшее время мы в 2024 году заканчиваем строительство двух аналогичных резервуаров в Приморском крае на НПС-41. В 2024 году также завершаем строительство резервной нитки ХОР, которая, кстати, входит в зону ответственности данной нефтеперекачивающей станции. Нефтепровод ВСТО-2 был введен в эксплуатацию в декабре 2012 года. Это важнейший стратегический объект энергетической инфраструктуры Дальнего Востока, который круглогодично и бесперебойно обеспечивает потребителей высококачественной нефтью. Ульяна Крамаренко, Виктор Казаров, телеканал «Губерния».